Здравствуйте! Сегодня у нас лекция номер 4 Подготовка и написание семинарского занятия Цель познакомить студентов на логике Создание подготовки и написание семинарского занятия Литература Академическое письмо, учебное пособие Автора Квициня Ю.М. Кувшинская, Н.А. Зевахина Академическое письмо От исследований к тексту учебных и практикум Для академического бакалавриата Редакция Кувшинская План в лице Первое, понятие семинар и подготовка к нему Второе, форма семинаров и особенности их проведения Третье, конспектирование семинара Четвертое, группировка источников Измерительно-контрольные материалы Итак, первый вопрос Про понятие семинар и подготовка к нему Сегодня трудно представить студента, который не слышал бы От преподавателя, что следующее занятие семинарское Первокурсник находит в нем некую проблему, связанную с его личным вкладом в учебный процесс Перед ним ставится задача выучить предложенную тему, написать, оформить так, как требуется и выступить на занятия Однако не всегда он осознает, как это сделать Незначительная часть из сокурсников даже предпочитает вовсе уклонить от задания, полагая на везение в дальнейшем Итак, как показывает практика, у начинающих студентов существует проблема подготовки к этому виду занятий и самопрезентации среди однокурсников Первый семинар переводится с латинского языка как «Рассадник» за знания Действительно, семинар – одна из активных форм учебного занятия в студенческой аудитории Этот вид работы способствует развитию у студентов навыков научного мышления Умение вести дискуссию, отстаивать собственную точку зрения, формулировать и передавать на языке науки академическую информацию и свои мысли Семинар проводится под руководством преподавателя, ведущего данную учебную дисциплину Это обычная практика, однако в вузах, где обучается большое число студентов и допускается деление групп числом не более 20-25 Исключение составляет группы, изучающие иностранные языки Их число достигает 10 человек, ведут семинары, а преподаватели – ассистенты Вне сомнения преподавателя на семинаре, включая ключевая фигура Он и ведущий, и критик, и организатор, и консультант, и специалист Готовы разъяснить тот или иной аспект осуждаемой темы Знающие проблемы в целом Преподаватель, как ведущий, должен создавать в аудитории атмосферу доброжелательности и состязательности Для полного влияния знаний студентов, чтобы они могли не смущаясь высказывать свои мысли, идеи и отношения к обсуждаемым вопросам В период подготовки к семинару и на занятиях у студентов должны формироваться навыки самостоятельной работы Над источниками сравнительно исторического анализа представленных материалов Делать собственные обобщения и выводы Если содержание темы позволяет необходимо сориентировать студентов на использовании наглядных материалов, таблиц, диаграмм и других средств обучения На семинарском студенте каждый студент должен быть занятым, то есть вовлечен в обсуждаемую тему Для этого все однокурсники должны прежде до проведения занятий получить индивидуальные задания, о них смотреть ниже На семинаре студент может использовать полученный навык при подготовке к индивидуальным заданиям Применить форму к иным аналогичным заданиям, данным преподавателям В основном такая работа касается таких форм занятий, как контрольная работа, тестирование, заполнение текстов и учения К семинарскому занятию студент должен подготовиться заранее в домашних условиях при наличии литературы и интернета Или в библиотеке В современных условиях информатизация особого труда не составляет в выполнении задания Как обычно, в совершении лекции преподаватель озвучивает задание подготовить тему семинарского занятия Дает консультацию по плану темы, перечень основной и рекомендуемой литературы План семинара должен быть известен обучаемым за 5-10 дней в зависимости от темы В отличие от доклада, который студент может выбрать сам В случае, если преподаватель предложил несколько вариантов и разрешил выбрать одну из тем Преподаватель обязывает его подготовить ту или иную учебную тему в соответствии с учебно-методическим планом работы Если же он пишет доклад или курсовую дипломную, то должен будет сам составлять максимально подробный план работы Который будет до окончания написания корректироваться В финале сдачи работы важно заключение тема раскрыта, не раскрыта Студенту предстоит провести самостоятельное исследование, изучить источники и научную литературу Он должен понять, что именно ждет от него преподаватель Не нужно стесняться просить преподавателя еще раз охарактеризовать ту или иную тему Пояснить оставшиеся вопросы Практика показывает, что зачастую первое семинарское занятие проходит неэффективно Существуют разные точки зрения, в каком порядке нужно писать семинар Что читать раньше, источники или научную литературу? Ниже указан пример При работе над темой по истории древнего мира На наш взгляд необходимо исходить из следующего для большинства первокурсников Историю классического Востока и так далее Пример показан по предмету истории Одна из главных задач первого курса Развить способность самостоятельного мышления Это сопряжено с определенными трудностями Так как студенты пока еще не умеют классифицировать, выделять, группировать книги и источники Цель работы максимально тщательно проанализировать и сделать определенные выводы Так как основой исследования является историей, источником, исторические источники Наряду с планом преподаватель дает список учебной и рекомендуемой литературы К примеру, как показан источник ниже И учебная литература дополнительная Студент, получив эти данные, работает над темой с помощью учебного и научного издания, а также через интернет Этапы работы над литературой в интернете и непосредственно с ней Подготовительный этап, используемый в ПК персональный компьютер или ноутбук для фиксации выписок из источников, из интернет-ресурсов Создаем в ПК папку с названием семинарского занятия Просматриваем предложенный преподавателям план семинарского занятия По каждому вопросу плана ищем в Google необходимую литературу Открываем в Word и файл, указываем исходные данные того источника А затем копируем его в Google Вводим отрывок или часть научной статьи по изучаемой теме в этот файл Читаем внимательно книгу, учебник из основной литературы и рекомендуемую литературу Рефераль диссертации для курсовой диссертации, научные статьи и прочее Из нее копируем те моменты, которые наиболее полно отвечают на вопросы занятия Перенося исходные данные во второй чистый файл с названием главы семинарского занятия Продолжаем работу над файлом номер 2 На каждый вопрос семинарского занятия необходимо подфайлу Применяя парафраз, обращая внимание на ключевые понятия, делая сноски и ссылки Параллельно создаем файл для списка перечня использованной литературы, куда заносим исходные данные литературы, над которой работаем Все эти файлы сохраняются в той общей папке, которую вы создали изначально Несколько раз перечитываем тот материал, который собрали в файлах Перефразированные отрывки цитаты Приступаем к написанию темы по плану 4-5 пунктов плана должно быть освещены письменно в отдельной тетради для семинарских занятий То есть к конспектированию Итак, на этом у нас занятие закончилось Спасибо за внимание Продолжение следует... Продолжение следует...